Прощание с Эдуардом Успенским состоится в субботу в Центральном доме литераторов. Об этом сообщила вдова писателя Елена Успенская. При этом ТАСС сообщается о ссылке на источник близких к семье писателей, что точное место похорон еще не определили. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарду Успенского. В телеграмме президент отметил, цитирую, «Не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя добро, которое несли эти герои». Конец цитаты. Эдуард Успенский ушел из жизни накануне. Ему было 80. В свое время он окончил Московский авиационный институт, но еще в студенческие годы начал заниматься литературным творчеством. Размещал стихи и филитоны в институтской стенгазете. А потом печатался в эстрадных сборниках. В газете «Недели», в журнале «Крокодил». С середины 60-х стал писать уже только для детей. В 1966 году вышла его сказочная повесть «Крокодил Гена и его друзья». В 1974 году Эдуард Успенский выпустил повесть-сказку «Дядя Федор, пёс и кот». Оба произведения превратились в популярные мультипликационные фильмы. Вообще по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов, а его книги переведены на 25 языков. Откровенно о жизни и творчестве, успехах и ошибках Эдуард Успенский рассказал Андрею Малахову в одном из выпусков прямого эфира в феврале этого года. Фактически это стало последним интервью писателем. Телеканал «Россия» повторяет его сегодня вечером. Итак, в 18 часов по московскому времени смотрите программу «Прямой эфир». Не пропустите. Я обращаюсь с тем, кто следит за моей болезнью, потому что у меня идёт тяжелейшая борьба с раком, и пока мы так в ничьих с ним, я вам желаю быть здоровым, следить за не только здоровьем, но и за психическим своим состоянием. Очень важно иметь друзей вокруг себя, и поэтому я болею, но как-то я весело болею, понимаете? Ну вот, и давайте вместе дружно жить и выздоравливать хорошо. Продолжение следует...